Ночь прошла спокойно, никаких эксцессов не произошло. Уже утром правоохранители отчитали, что держат ситуацию в уроке под контролем. Ну а пока следствие определяет, кто и в какой мере виноват в произошедшем. А началось всё с обычной потасовки подростков, что может произойти в любом населённом пункте страны. Так и здесь. Ребята 15-16 лет пошли на утренний айт-намаз. Оба соседи. Приходятся друг другу дальними родственниками. Один из них приехал в урок к родным. Последнему и возникли вопросы у местных. В итоге словесная перепалка переросла в драку. Мой сын Равиль ушёл читать айт-намаз с Тимуром. Он гостил в соседнем доме. Я ничего не подозревала, накрывала на стол. Обычно сын не задерживался, а тут его нет и нет. И потом у нас на улице появились милицейские машины. Сказали, что Тимура избили. Так ведь мой сын ушёл с ним. Поэтому я и выбежала. Начала расспрашивать. Оказалось, что и моего сына избили. Сейчас он в больнице, в отделении нейрохирургии. Я только что оттуда. Что теперь будет с их здоровьем? У Тимура гематомы. Рана на голове. Когда всё это произошло, я был дома. Прибежал братишка, рассказал всё. Оказывается, моего сына избили. Вначале еле живого привели домой. Потом повезли его в больницу. Бредил. Был в шоковом состоянии. Как сообщили в Минздраве, у обоих пострадавших диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Необходимое лечение они получают. Находятся под наблюдением врачей. Подозреваемые в драке 23-летние и 15-летние жители урока во двориной ВВС. Судебных санкций пока не вынесено. Проводится досудебное расследование. А по фактам хулиганства в селе были задержаны более 30 жителей. Среди них и депутат местного Кенеша, подозреваемый в организации этих массовых беспорядков. Калыч Буркоев. Всех доставили в Сокулукское СИЗО, но уже вечером отпустили. Депутата отпустили тоже. Только уже сегодня и под домашний арест. В результате незаконных действий данных граждан пострадали 12 домов, то есть разбитые стекла 12 домов. И подожгли один сеновал получается. В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые мероприятия. Патрульно-постовая служба ведет службу в усиленном варианте. Все необходимые мероприятия проводятся. Такие столкновения в селе уже происходили, но каждый раз все заканчивалось мирно, рассказывает Салима Алиева. Подумаешь, подрались совсем еще юные ребята. В селе Урок она родилась, выросла. Но в этот раз, говорит женщина, как будто акции кто-то руководил. Люди в масках, причем в красных, закидывали камнями дома, разбивали стекла в припаркованных автомашинах. Там было, прошлогодний остаток был большой, и в этом году уже купили тысячу с лишним. Сколько в общем было? Где-то 200 с лишним они нам ущерб тысяч нанесли. На 200 тысяч с лишним. Как это так? Когда-то мы жили с Киргизой, мы всегда вместе жили. Мы роднились, мы куском хлебом жили. Такого не было. Что за поколение сейчас? Почему не могут управиться? И мы все салили, тут хай-бай, я ребенку схватила, а тут на улице и милиции, и люди. Я как увидела, что кто что делает, я калитку закрыла и побежала, там другую калитку закрыла. Закрыла, и потом они толкают, вот бьют камнями, все. И ворота как закрыли, мы убежали в сторону сарай, и больше я ничего не видела. В итоге, примерно 13 домов, не считая подожженный сеновал, пострадало от хулиганских действий правонарушителей. Кстати, мстители на другие противозаконные действия местных, как сообщают родственники пострадавших, они никого не призывали. Нам это не надо. Бески, баланс, здоровье. Самый главный разор. Чем бы? Факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков по статье «Хулиганство». Сотрудники правоохранительных органов до сих пор с местными органами власти проводят патрулирование, разъяснительные беседы и обеспечивают общественный порядок и безопасность в селе и в его окрестностях.